Добрый вечер, я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Я бы назвал эту неделю сезоном политических грез. Вот удивительное дело, политики начали хвастаться уже просто первыми чтениями законопроектов. Вот вспомните, раньше они хотя бы окончательно принимали законы, а потом расхваливали себя за это. Теперь же им хватает только самого первого голосования. И даже до рассмотрения поправок не доходят, а в эфирах уже расписывают, как им удалось улучшить жизнь украинцев. Например, избирательный кодекс. Только едва собрали 226 голосов за него. И когда пройдет, и чем закончится второе чтение, пока непонятно. Но впечатление уже такое, как будто следующие выборы точно пройдут именно по этим правилам. Впрочем, хорошо, что в нынешней Верховной Раде хоть что-то еще может дойти до первых чтений. Ведь многие вопросы зависают на долгие месяцы вообще без движения. Даже госбюджет на следующий год в работе у депутатов с сентября, а первое чтение и на этой неделе не состоялось. Обещают на следующий. И вот таких обещаний уже десятки только за последние пару месяцев. Что все-таки могут реализовать? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Решать, как в будущем попасть в парламент, минуя мажоритарку, нардепы принялись в первую очередь. Два варианта изменений в избирательный кодекс первым делом вынесли на рассмотрение в зал. По настроениям сразу стало понятно, если и поддерживать тот документ авторства сразу нескольких депутатов из коалиции. Этот проект не новый. Он разработан на основе проекта выборчего кодекса, который еще в 2010 году по-за минулому скликанье зарегистрировала группа депутатов. За 10 лет мы пошли на много вперед. А сейчас, если мы будем рассмотреть этот кодекс и принимать, мы возвращаемся в 10-летие минуле. Депутаты говорили о пробелах в документе, но перед выборными обещаниями взяли верх. Наступные выборы в парламент должны проходить за открытым выборчим списком. Эта коррупционная система мажоритарной складовой должна быть остановлена в любой способ. Мажоритарка за последние 15 лет перетворилась абсолютно в базар, где торгуются голоса. В итоге на табло неожиданно выскочила цифра 226. С небольшим количеством голосов документ приняли в первом чтении. Следуя законопроекту, избирателям придется по-новому ориентироваться в бюллетенях. И выборец будет визначать, он будет первую галочку ставить за партію, и другую, если божает за кандидата. Тем самым, выборец визначатиме, если божает, если божает, выборец визначатиме, який кандидат будет рухаться в великому партійному списку наверх. Кожна партія будет складывать два списка – загальнодержавный и региональный. И, кроме того, что выборец голосует за партию, он также голосует за конкретную людину из конкретного региона, который является представителем этой партии. Конституция Украины требует выборов до парламента за пропорционной системой, без мажоритарки. Мы это поддерживаем, и мы считаем, что это будет более справедливым, это уменьшает коррупцию и сделает парламент более структурированным. Правда, та же коалиция голосовала избирательно. С одной стороны, нужно, а с другой – не хочется. Особенно, если учесть количество мажоритарщиков в той же БПП. Коалиция хотела сделать выгляд, что она начинка поддерживает, то есть частину, и раптом перемудровала сама себя. Вышло действительно 226 голосов, и я думаю, что этот первый крок отбылся. Случайно многие понажимали кнопку. Кто-то не разобрался, кто-то подумал, а, не пройдет, а я зато потом выставлю себя красивым инновационным депутатом. На самом деле, все хуже. Они уже разобрались, понимают, что для них это несет опасности, и собираются проваливать его во втором чтении. Так что теперь в коалиции всерьез заняты внесением новых поправок. А у всех нардепов появился хороший повод громко заявить. Предвыборные обещания выполняются. Совсем другая риторика у депутатов, когда речь заходит о бюджете. Профильный комитет еще в октябре рекомендовал парламенту рассмотреть его в первом чтении, но в зале он до сих пор не появился. А появись пришлось бы пережить противостояние Кабмина и нардепов. Пока все споры только в кулуарах. Первый раз мы увидели в этом проекте бюджета практически заморожение самого низкого в мире уровня жизни людей. Это касается минимального прожиткового уровня и минимальной заработной платы, а также минимальных пенсий. Водитковую часть через депутатские правки сформулировали на 35 миллиардов гривен, а показали приблизных доходов только на 10. И то даже по тем 10 миллиардам уряда есть вопрос. Мы предлагаем направить что меньше 120 миллиардов гривен на увеличение социальных стандартов. Так же мы предлагаем уменьшить почти на 20 миллиардов видатки на утримание держапарата, которые абсолютно не нужны. От момента приходя к сегодняшней владею, до сегодня, Краина сбольшила математично державный борг на 1 миллиард гривен щодня. Конечно, это не случилось щодня, но если вы рассчитываете, то за три года они на миллиард каждый день сбольшили державный борг. У меня вопрос, кто это будет платить? Я вам отвечаю сразу, вы, я и все украинцы, которые сейчас в жизни по 48 тысяч гривен, каждый. Опозиционный блок запрогонировал свой вариант бюджета, в котором врахованы сбольшенные социальные выплаты для людей, это первый крок, должны быть уменьшены вдвече тарифы, и нас не влаштовывают вытраты на полицейскую державу, то, что называется, утримание силовых ведомств и державного аппарата. Если на следующей неделе нардепы возьмутся за бюджет, то окончательную версию документов в парламенте можно будет увидеть по традиции в канун Нового года. Пока же народные избранники сумели оперативно перекроить цифры этого года. Ну и что еще не появилось в зале, так это закон о реинтеграции Донбасса. В первом чтении его принимали как срочно, а ко второму так и не смогли подготовить. Есть правки, которые, на мой взгляд, мают дещо популястичный характер, и они не будут поддерживаться, скорее всего, комитетом. Например, есть идея экспортировать российскую власть на территории Украины, или, в целом, защищать войск российских граждан на территории Украины. Мы понимаем, что такие вещи соперничают международному праву, а даже по отношению к Украине-агрессору. Питание разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопрос чисто патриотичной силы. Если закон будет переработан и будет реально называться закон о реинтеграции, там будут введены положения об отмене блокады экономической, о социально-экономической реабилитации неподконтрольных территорий, о том, как достигнуть мира, как будет выполняться, дорожная карта будет там написана, как выполнять министские соглашения, мы за этот закон проголосуем. Это будет реально достижение мира. Всё, что сейчас нам предлагается, это только то, как заморозить конфликт. Мы вважаем, что этот закон не про реинтеграцию, а про відокремление Донбасса. Он не мистит в себе никакого механизма, как повернуть территорию. Там есть всё, включая, кто командует войсками, каким образом там будет зачистка на территории. Но и как повернуть территорию, каким образом дать сигнал людям Донбассу, что мы за них болеваем и хотим, чтобы они повернулись, всего нет. Если в комитете утрясут поправки, то на следующей неделе можно ожидать, появления в зале и этого закона. А пока парламентарии могут подсчитать свой КПД. За неделю они в целом приняли только закон о реформе ЖКХ и внесли поправки в уже существующие законы. Утвердили новый порядок назначения местных руководителей и перераспределили бюджет на этот год. Всему остальному только дали старт. Екатерина Лызенко, Елена Зорина, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер.